Беги или умри по всей стране обсуждают детскую забаву на грани жизни и смерти. Что это? Ответ ищут педагоги, психологи, родители, правоохранительные органы. На что обращать внимание, чтобы ребенок не вступил в скоростную игру со смертью, выясняла Анна Винокурова из Мирного. Город Мирный, улица Омосова. У дороги группа подростков. Вдруг одна из девочек перебегает дорогу прямо перед машиной. К счастью, водитель успевает нажать на тормоз, и ребенок на другой стороне улицы, а не под колесами. В последнее время по всей России таких случаев все больше. Говорят, подростков увлекла новая забава – беги или умри. Цель игры проста – перебежать дорогу максимально близко к движущемуся транспорту. Если игрок успел перебежать дорогу, то он победил, а если нет, то исход очевиден. Интернет полнится ужасающими видео. Где-то водители успевают остановиться, и дети остаются в живых. Но те, кто за рулем, не всегда вовремя реагируют. Сами участники делятся комментариями, как лучше перебегать. Высший пилотаж – задеть машину по касательной. Ты что, ребенок? Игроки не задумываются, чем могут закончиться подобные забеги. Полицейские стараются предупредить детей и родителей. В школах проводят беседы. Волна профилактической работы, можно сказать, нахлынула школы, которая направлена на формирование правильного отношения к правилам дорожного движения у детей. Ну и у родителей, естественно. В социальных сетях о новомодной игре пишут все чаще. Есть предположение, что идеи подростки позаимствовали из виде игры. Мирнинские дети про игру слышали, но рисковать жизнью не собираются. Я бы не стал в эту игру играть. И я думала в этой игре, что она плохая и очень опасная. Что может случиться очень плохое происшествие, и могут очень много людей пострадать. Мне кажется, те люди играют, которым вообще жизнь недорога. Мне кажется, она бесполезная. Она, наоборот, ухудшает общество. От этого все становятся глупыми. Множество людей погибает из-за ерунды какой-то. Она очень опасна. Мне лучше никогда в жизни не играть. Можно покончить с собой. Судя по сообщениям региональных СМИ, о подобных случаях счет пострадавшим детям идет уже на десятки. В Мирнинском районе подобных происшествий не зарегистрировано. Официальных случаев у нас пока не зарегистрировано. То, что у нас сообщения ходят в WhatsApp, это неподтвердившаяся информация. Мы на всякий случай все равно предупредили Мирнинское районное управление образования, чтобы они, в свою очередь, предупредили преподавателей, педагогов, в том числе отвечающих за детский дорожный транспорт и травматизм, в целях проведения профилактических мероприятий в отношении детей. Предупреждают стражи порядка и водителей. Доказать умысел ребенка в суде очень сложно. От пары лет за решеткой сможет спасти запись с видеорегистратора. И лучше всего снижать скорость возле школ и групп детей. Ведь никогда не знаешь, в какую игру подростки решать поиграть сегодня.